Дерево Калкина Вилфа Причем ровно по одному разу. Интересно, как узнать на каком именно месте какая дробь? Давайте пронумеруем, только номера будем писать в двоичной системе отчисления. Очевидно, при переходе от любой дроби на следующий этаж, на левый и на правый, приписывается нолик и единица. То есть, если был какой-то номер n, здесь был какой-то номер n, то здесь будет 2n, то есть приписывается нолик, а здесь 2n плюс 1, то есть приписывается единица. Оказывается, есть удивительно простой способ по последовательности нулей и единиц сказать, какая дробь в этом месте будет написана. А именно, мы сразу можем выписать цепную тропу. Посмотрите, пожалуйста, если мы по любой последовательности нулей и единиц будем двигаться справа налево и записывать, сколько подряд идет единица, потом сколько подряд идет нулей, потом опять сколько подряд единиц и так далее, то мы получим следующее. Посмотрите, у дроби 1 первая был номер 1. Если идешь, то 1 единица здесь написано. Номер 1 0. Сначала 0 единиц написали. 1 цифра 0 и 1 единица. Здесь 1 1. 2 единицы. Здесь 1 0 0. 0 единиц. Мы обязательно записываем. Начинаем с количества единиц. Если их нет, то пишем 0. 0 единиц. 2 0 1 единицы. Здесь 1 единица. 1 0 1 единица. Здесь 0 единиц. 1 0 2 единицы. Проверяйте. Здесь 3 единицы. 0 единиц. 3 0 1 единица. 1 единица. 2 0 единица. Здесь, если идешь, сначала единиц нет, поэтому 0. Потом 1 0 единица. 1 0 единица. 1 0 единица. Ну и дальше так же. Господа, если мы сейчас с вами докажем, что так будет всегда, то, согласитесь, это абсолютно понятное правило. То есть просто мы пишем номер в двоечной системе числений. Ну как-то же мы должны номер записать. И по вот этому разложению в двоечной системе сразу выписывается цепная дробь. Опять-таки, как-то ведь нужно записывать дробь. То есть это абсолютно явное, совершенно очевидное, замечательное правило. Доказать очень легко. Пусть, у нас есть очередной узел дерева, номер n, 2n, 2n плюс 1. Пусть двоечная запись числа n имеет вот такой вид. Ну вот здесь альф может быть нулем, может быть не нулем. И, разумеется, могли идти и дальше цифры. Ну, в общем, все равно понятны. Утверждается, что дробь, которая будет написана на n месте, это альфа, точка запятой, бета, гамма, дельта и так далее. Ну, если бы больше было, то, соответственно, дельта было бы больше. Как это доказать по индукции? Ну, базу мы уже проверили, причем даже довольно много проверили дробей. А переход абсолютно очевиден. Ведь смотрите, ну, проще всего для нечетного числа. Как получается 2n плюс первая дробь? Приписыванием единицы. Поэтому просто-напросто вместо альфа единиц в конце будет альфа плюс 1. Вообще, в любом случае, если альфа равнялась, ну или все равно будет альфа плюс 1. Значит, такая штука. Как связаны вот эта дробь и эта прибавлением единицы? Значит, формула очень простая. К дроби а разделить на b прибавляется единица. Это я могу написать. а разделить на b плюс 1. Ну, очевидно, что это а плюс b разделить на b. А это в точности и есть правило, по которому получается из дроби а разделить на b дробь снизу справа. Чуть-чуть сложнее, когда мы переходим вниз-влево. Потому что есть два случая. Либо альфа равно нулю, либо альфа не равно нулю. Смотрите. Если альфа не равно нулю, если здесь были единицы, то когда мы умножаем номер на 2, то есть когда приписываем 0, будет такая штука. Мы приписали 0, значит, стало в конце 0 единиц. Вот здесь написано 0 единиц. Потом идет один нолик. Потом идет альфа единиц, бета и так далее, и так далее, и так далее. Давайте подумаем, что это такое зацепанная дробь. Если начинается на 0, значит, фактически целой части нет. То есть пишите единица делить на. Отлично. Первый элемент единица. Смотрите. Единица делить на единица плюс. Дальше интересно, что плюс. Плюс единица, деленная на эту дробь. Альфа, бета, гамма и так далее. Но эта дробь, это и есть наша n-ая дробь. Значит, надо единицу разделить. Мы считаем, что n-ая дробь а разделить на b. Значит, тогда единицу поделить. И получается, что b разделить на а. Замечательно. Посчитать это легко. На а умноженный числитель за одинаково получилось а разделить на а плюс б. Это в точности формула, которая нам нужна. Ну и абсолютно так же, когда альфа равно 0. То есть, если все заканчивалось на 0, то когда мы припишем 0, по-прежнему у нас не будет в конце единиц. Значит, нужно писать 0, а количество нулей увеличится на 1. Значит, надо писать бета плюс 1. Давайте поймем, что это такое. Это же опять единица, деленная на 1 плюс... Ну, действительно, альфа равно 0, поэтому на самом деле вот эта штука исчезает. В общем, если формула та же самая, формула та же самая. Поэтому действительно переход доказан, и вот это вот совершенно потрясающее, простое правило будет верно для любой тропе. Ну и раз уж мы заговорили о таких вот замечательных простых соотношениях между этими дровями, давайте обсудим еще один вопрос. Вот представьте себе, что мы в дереве знаем какое-нибудь место. Ну, скажем, все остальное стерли, а, например, знаем 2 пятых. Вопрос. Как из двух пятых получить следующее за ним? Ну, в данном случае это довольно легко, потому что это соседние дроби, а для соседних дробей у нас есть простое соотношение. Смотрите, вот если вот это перевернуть, то есть 2 декабря, то сумма будет равна единице. Значит, вот такой переход совершить довольно легко. Интересно. А как совершить переход, примерно в этом месте? По сути, надо сделать следующее. Надо подняться, потом сделать переход, который я только что объяснил, а потом настолько же, насколько вы поменялись этажей, настолько же этажей спуститься. Можно ли это записать какой-то единой формулой, чтобы не задумываясь, чтобы как-то по числу сразу узнавать, сколько здесь этажей? Можно. Дело в том, что количество шагов, на которые нам нужно подниматься вот таким образом, это в точности количество единиц, на которые заканчивается номер этой нашей дроби, или то же самое целая часть вот этого числа. То есть, смотрите, вот 4 трети больше единицы, сюда поднимаемся, фактически единицу вычитаем, это число уже становится между нулем и единицей, и значит, оно расположено слева, а вот это справа, и дальше нужно спускаться. И вот количество единиц, на которые здесь заканчивается, то же самое, что количество нулей, на которые заканчивается номер вот этого следующего числа. Так, предположим, что на очередном уровне дерева Калкина-Вилфа есть две соседние дроби, ну, может быть, они вот прямо так соседние, а может быть, что нужно от одной или иных немножко вот так подняться, потом перескочить, а потом спуститься. Тут количество уровней, на которые надо подняться, это в точности целая часть этого числа. Замечательно. Значит, у нас есть формула. а разделить на а плюс b, то есть вот по нашей формуле, это x разделить на y минус целая часть x разделить на y. Хорошо? Как теперь узнать вот эту дробь, а плюс b разделить на b? Ну, надо просто наоборот единицу разделить на b а плюс b. То есть единицу разделить на 1 минус а а плюс b. А для а плюс b у нас есть формула. Итак, это единица плюс целая часть x разделить на y Минус, сама трога х на столице. Замечательно. Но это мы нашли, вот это число. А, вот это вот, а плюс б, а столице на б, вот это место мы нашли. Каким образом теперь спуститься? Очень просто. Ведь у нас фактически к знаменателю добавится количество, в этих раз, песня, спуск записываем так. Из дроби а разделить на б, получаем дробь а разделить на а плюс б. Вот смотрите, это то же самое, что единица разделить на единицу плюс б ватах. А здесь была единица разделить на б ватах. То есть, если все записывалось с числителем 1, то в знаменателе произошло прибавление единиц. Замечательно. Соответственно, если мы сделали несколько операций, а именно целая часть их снизу, или на этих операций, то прибавится не единица, а вот количество раз. Значит, окончательная формула вот такая. Заметьте, пожалуйста, в эту форму входит только дробь х разделить на единицу. То есть, у нас есть такая функция, очень, согласитесь, несложно выглядящая, которую, запустив с числа 1 и вычисляя каждый раз, тетрируя эту функцию, мы получаем подряд все дроби из нашего дерева. Ну, давайте посмотрим, скажем, если у нас здесь число 1, то что нам даст эта формула? Единица разделить на 1 плюс 2 минус 1. Получится 1 вторая. Теперь подставляем сюда, целая часть это 0, это будет 1 разделить на 1 минус 1 вторая. Это будет 2. Подставляем сюда, целая часть теперь 2. 1 разделить на 1 плюс 4 минус 2. Вот 1 третья. Это действительно совпадает с тем, как мы идем по этажам. В общем, заходите, проверите, действительно все правильно. Все положительные рациональные числа можно получить, причем каждое один раз, если начать движение с числа 1 и каждый раз вычислять значение вот такой функции. То есть множество положительных рациональных чисел естественным образом записывается вот в виде вот такой последовательности. Как мы из двух попадем в одну третью? Да, хороший вопрос. Действительно. Да, я иного. Я объяснил, как происходит вот такой переход, вот такой. То есть поднимаемся, проходим, спускаемся. Это все правильно. И внутри этажа переход действительно все время такой. То есть смотрите, скажем, как перейти отсюда сюда. Поднялись, перепрыгнули, спустились. Да? Или переход отсюда сюда. Поднялись, поднялись, перепрыгнули, спустились, спустились. Но я действительно забыл вот этот переход. С этажа на этаж. Но легко. Потому что переход с этажа на этаж происходит от натурального числа, какого-то n, к числу 1 n плюс 1. И мы можем просто-напросто посмотреть, а наша формула правильная или нет. Смотрите, если дробь x разделить на y является натуральным числом, какой-то n, то смотрите, здесь будет число 1 плюс 2 n минус n. То есть это будет просто 1 n плюс 1. А это ровно то, что все натуральные числа в дереве идут по склонам. 1, 2, 3, 4, да? Так вот, от натурального числа n мы перепрыгиваем сразу на другой склон, на этаж ниже. 1 n плюс 1 здесь. Там было 3, здесь 4. 4 будет 1 5 и так далее.